Всего 300 человек и через несколько минут огромная армия в 17 тысяч разбита. Это те самые мгновения, когда Казьма Минин ведет в атаку войско и поляки бегут спять. Воссоздать переломный момент российской истории на холсте удалось народному художнику России Василию Нестеренко. Эту картину 4 на 8 метров он создавал 4 года. И наконец-то монументальную работу в полном обрамлении впервые посчастливилось увидеть межгородской публике. Флаги на этой картине играют решающую роль. Иконы и лики святых на знаменах ополченца Святой Руси символизируют добро. А вот со стороны польских интервентов видны лишь только чудовища и драконы. Василий Нестеренко удивительный человек. Его картины пронизаны глубочайшим смыслом. Недаром работы автора есть в храме Христа Спасителя. Помимо исторических работ Василий Нестеренко привез в нижние пейзажи и портреты. Один из них поистине необыкновенный. Это русская Мадонна. Глядя на эту картину не хочется говорить. Все и так понятно без слов. Это простая русская женщина, светящаяся от любви. Именно большую безмерную любовь удалось выразить художнику на холсте. Мадонна с младенцем для мэтра – это его жена и сын. Историю автор рассказал губернатору Валерию Шанцеву, который не применил посетить его выступу, ведь глава региона давно знаком с художником. Мы с ним там нижние друзья, и я очень рад, что он не забыл наши совместные труды на моей малой родине. Селями Сусальмана и рядом село Довлино, это городовая песня Романова. Мы там вместе восстанавливали трансферин, его архитюды, как раз речь Кишача, на которой я бы со мной занимал его прямую архитюды, и как раз молиться Ивана Сусальмана. В то время, когда мы вместе с такой берегом сотрудничали. На открытии выставки также присутствовал глава города Олег Сорокин, который выразил надежду на то, что некоторые полотна из экспозиции смогут оказаться в коллекции Нижегородского художественного музея. Безусловно, есть интересные работы, и, наверное, они бы украсили стены наших музеев, поэтому авторское творчество – это такая тема переговорная, если он согласится на каких-то условиях. Но я думаю, что это будет интересно. Сам же Василий Нестеренко признался, что выставить эти картины в Нижнем Новгороде для него – большое счастье и ответственность. Он планировал эту выставку 9 лет, и при том именно в том городе, где жил Казьма Минин, потому что, по мнению автора, роль личности в истории еще никто не отменял. И именно от ее деятелей часто зависит исход событий. Те люди 400 лет назад смогли переломить, даже нахватили не слышать. И все. И история пошла. Идем Россия восстала. Мне очень хочется, чтобы наша страна процветала, благотворенность была, была сильной, чтобы здесь всем было интересно и счастливо жить. Поэтому многие не хотят. Я думаю, что задача каждого человека на своем месте что-то делать по благополучию. В картинах Василия Нестеренко можно прочитать любовь к своей родине и желание сделать ее лучше. Увидеть эти удивительные работы можно в Нижегородском государственном художественном музее до 30 ноября.